Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, фанаты Counter-Strike Global Offensive, бегите скорее сюда, потому что сегодня мы поговорим о ноже бабочке. Как сказал бы, наверное, Маяковский, если бы жил сейчас в Соединенных Штатах Америки, говорим бенчмейт, подразумеваем бабочка. Говорим бабочка, подразумеваем бенчмейт. Мы сегодня с вами имеем дело с ножом компании Benchmate 40. Его номер модели, то есть мы привыкли к тому, что модели номера трехзначные, но у ножей серии Болисонг модели двузначные. Вот такая вот бабочка с надписью Болисонг, а не бенчмейт, как ее обычно можно наблюдать на стандартных ножах. И, собственно говоря, сталь 154СМ это вполне такой настоящий рабочий болисонг, такой, каким его знают все после того, как бенчмейт стали их выпускать. Ну, давайте, наверное, мы сегодня поговорим об этом ноже так. Я коротенько постараюсь его показать в подробностях, как я это обычно делаю, и немножко расскажу о болисонгах вообще. О том, что это такое. Стальная бабочка, переводится название этого ножа, поставляется, собственно говоря, вот в таком вот чехле из синтетической ткани. Чехол, как вы видите, такой достаточно простой, но очень удобный. Предназначен для ношения как горизонтально, вот за эти петли его можно посадить на ремень, джинсовый проходит, но так очень плотно, с трудом, либо вертикально классический, то есть за вот эту петлю. Очень, на самом деле, такое простое и удобное крепление. Я вообще, честно признаюсь, очень удивляюсь на те компании, которые при том, что есть такая конструкция, делают просто только для вертикального ношения одну петлю. Но у пинча вот это не так, здесь все как бы сделано аккуратно. Чехол мягкий, нож в него ходит совершенно прекрасно. Ну, что, собственно говоря, пинча, сделан с 160 хранителя. Собственно, сам нож. Рукояти у ножа сделаны из, я, насколько понимаю, все-таки это алюминий, по-моему, как бы. Ну, мне лично докажет, что не титан. По всей видимости, как бы, к сожалению, я не вижу информации производителя об этом ноже, по той причине, что нож, естественно, с производства снят. Как это всегда бывает с ножами бенчмент, которые как-то интересны и нравятся. Значит, что здесь? Клинок выполнен из стали 154CM. Ну, как видите, на рукояти такая сверловка традиционная, принятая вот на ножах. Болисонг от компании Benchmidt призвана облегчить рукояти ножа. Вот, все это вот так вот очень здорово работает. Ну, собственно говоря, о механике, конечно, Болисонга говорит, что она как-то здорово работает довольно трудно, по той причине, что ее просто очень трудно испортить. Я вообще слабо себе представляю. Хотя, вот, например, компания Cold Steel, которая в свое время сделала Болисонг на слип-джоинтах, это, в общем-то, в принципе, удалось. Хотя там дело не в качестве изготовления, а просто в самой идее, что нож-бабочка, сделанная на слип-джоинтах, ну, это как бы, не знаю, в каких целях они это сделали. Здесь мы имеем дело, конечно, с классическим Болисонгом. Штифт, который запирает в открытом или в закрытом положении рукояти, скрепляет между собой, сделан на вот такой вот пружине. Сейчас постараюсь показать. Вон, ее там видно довольно хорошо. То есть, такая вот пружина в обе стороны хорошо работает. Что интересно, пружина используется какая-то в этих ножах очень высококачественно, потому что аналогичная она стоит на тренировочном ноже, такого типа обзор, которого я недавно делал. То есть, информация такая, что многие годы она вообще никак не меняет свою жесткость. То есть, при постоянной даже эксплуатации это очень здорово. То есть, ну, вот, это, пожалуй, такой единственный сложный механический элемент, про который в этом ноже можно разговаривать. Давайте клинок посмотрим. Клинок у этого ножа длиной, насколько я понимаю, около 10 все-таки сантиметров, поэтому к свободному обороту подобные ножи на территории Российской Федерации запрещены. И вопрос этот предвосхищает, как бы заранее хочу сказать, что как бы это, ну, не нож для бытового использования в нашей стране, по крайней мере, да. Вот такая вот форма клинка. Очень интересно, что с обуха здесь есть вот такая вот площадка, которая, несмотря на вот этот вот выступ, ну, свойственные конструкции Балисонга, в общем-то, довольно-таки удобно на ней располагать палец, а строгать этим ножом тоже получится. То есть, здесь вообще, надо сказать, ножу придана такая форма, которая позволяет думать о том, что его можно использовать не только как игрушку такую самооборонную, да, которая имеет только одно назначение, а и, собственно говоря, как действительно бытовой инструмент складной нож. То есть, вполне, как бы, реально это просто складной нож специфической конструкции, которая называется Балисонг. Коротенько хочу вообще, в принципе, рассказать о Балисонгах, раз уже, как бы, сегодня речь зашла, потому что, сами понимаете, нож такой довольно простой, показывать в нем что-то еще более подробное, ну, будет довольно трудно. Собственно говоря, почитал некоторые материалы о появлении этих ножей, в версии существует две. Первый из них сводится к тому, что эти ножи появились в Европе, приблизительно в конце 18-го, в начале 19-го века. В то время, как раз, ну, собственно говоря, началась такая некая мода на складные ножи в Европе, и, ну, вот, скажем так, появлялись разного рода конструкции, которые, скажем так, были бы возможны к производству в тот момент, при существующем уровне технологии. Вот, как бы, якобы считается, что Балисонг, возможно, одна из них. Как и многим складным ножам того времени, уж тем более в те времена, ну, по крайней мере, не существует информации о том, что были какие-то другие конструкции для однорукого открывания, кроме вот такого ножа, испанской Навахи. которую можно, вроде бы, как открыть одной рукой. Эти ножи стали обладать таким определенным, ну, что ли, криминальным таким оттенком, что, типа, вот, какие-то, как это по-русски говоря, жиганчики выхватывают вот эти ножички, как-то их там быстро открывают и тыкают их кому-то в живот. Вот, примерно такое отношение к ним сложилось благодаря вот такому мифу об их появлении, да, так будем говорить. На самом деле, на мой личный взгляд, эта версия является несколько такой, наверное, надуманной в некотором роде. И по какой причине я так считаю? Я никогда не встречал упоминаний о ножах Болисонг в художественной литературе, которая была бы написана в то время, когда он якобы появился, или о том времени, вот, в Европе, как бы. Хотя я довольно много книг читал разного рода. Вот, про Навахи я многократно слышал значительно ранее того времени, когда стал увлекаться ножами. А вот про Болисонги не слышал никогда, чтобы в Европе, как бы, где-то вот так вот писали о том, что ими как-то активно пользовались. Поэтому есть у меня сомнения о том, что они появились в Европе. И вторая версия, мне лично кажется, значительно более удобоваримой, что Болисонг сам по себе якобы является ножом филиппинских рыбаков. Потребность в складном ноже у филиппинских и рыбаков, у которых никогда не было флота из больших судов, то есть, соответственно, качка на их кораблях и лодках, это, ну, просто, как сказать, это постоянная реалия жизни, да, то есть, нет там тяжелых кораблей, которые бы при каком-то, по крайней мере, при каких-то погодных условиях могли бы не трястись слишком сильно. Вот, это действительно у них норма жизни. Я должен сказать, что при качке работа именно со складным ножом на корабле, это важнейшая потребность на самом деле. То есть, тому свидетельством является и то, что у европейских моряков в конечном итоге, когда появились какие-то отработанные конструкции складных ножей, ножи были именно складные. Связано это, в общем-то, с простой довольно вещью, что когда постоянно раскачивает корабль, да, вот так вот, положить нож с фиксированным клинком обратно в ножны надежно, да, гарантированно не повредив себя, там, себе руки, как бы, бедро, бок, там, так далее, когда корабль может резко качнуть, довольно трудно. Со складным ножом тут все, как бы, более-менее понятно, особенно с одноруким, что вы, собственно, и на ощупь можете его закрыть, вот, и сделать его для себя безопасно. Можно дальше, там, положить его в карман, в прилагаемые ножны, или еще куда-нибудь, то есть, ну, как бы, вот такой вот момент присутствует. Думаю, что это вполне такая понятная и очевидная версия, как бы эти ножи могли появиться. И вот якобы на Филиппинах рыбаки придумали такую довольно несложную, простую конструкцию, которую можно действительно выпускать в самых кустарных условиях, и вот они пользуются этим несколько сотен лет. В США эта конструкция пришла благодаря Второй мировой войне, американцы постоянно воевали, собственно говоря, и на Филиппинских островах в частности, ну, и на греге по соседству с ними, там, где такие ножи были распространены, видели вот эти вот всякие забавные приемы их открывания, какой-то такой игры. Азиаты, на самом деле, кто был в Юго-Восточной Азии, как бы, знают, что они такие постоянные смешливые, слегка пританцовывающие ребята, как бы, поэтому, ну, вполне понятно, что у них вот именно могли появиться все эти интересные приемы работы с баллисонгом, в коих я лично ничего не понимаю. Ну, и такой вот механизм открытия, которым они пользовались с такой ловкостью и такой внешней грацией, так будем говорить. Американские солдаты, естественно, с большим интересом на это смотрели, и, как многие вещи, которые они видели в других местах, они везли все это к себе в страну. Вот, где, собственно, баллисонги после войны, ну, приобрели определенную популярность. Тем не менее, после войны появились в США значительно более серьезные складные ножи, ну, там, можно говорить о производстве компании БАК, например, да, вот. И, как бы, мода такая на баллисонге, она, ну, как это часто бывает с любой модой, она отошла. Затем, в 70-е годы, в самом конце появилась такая вот компания, которая впоследствии стала называться Benchmade. Тогда она называлась как-то по-другому, я в кадре сейчас врать не буду, потому что точно не помню. Появилась она с достаточно простыми на тот момент обыкновенными складными ножами, которые она выпускала действительно с высоким уровнем качества, но достаточно дорого. Вот. И, собственно говоря, эти ножи не были как-то особенно популярны, то есть они имели свою аудиторию, желающих иметь такие высококачественные ножи, но не были сильно известным производителем. И вот известность компании Benchmade пришла именно тогда, когда она со своим высоким уровнем качества начала выпускать ножи вот этого типа, баллисонг. Вот. Собственно говоря, именно тогда появилась вот эта бабочка с надписью баллисонг, и ножи эти стали настолько популярны, что бабочка, собственно, в принципе, стала логотипом компании Benchmade. Ну, вот как бы это, в данном случае, Benchmade Reptilian. Да, я сейчас покажу. Вот таким вот образом она выглядит сейчас на всех остальных ножах Benchmade. Для тех, кто не знает. Вот. Вот. Собственно говоря, Benchmade в производстве вот этих вот ножей добились таких результатов, что действительно сейчас американцы, когда разговаривают о баллисонгах, почти всегда подразумевают именно ножи компании Benchmade. Они довольно-таки дороги. Вот. Но, несмотря на это, имеют бешеную популярность в Соединенных Штатах Америки, которые представляют из себя самый большой в мире ножевой рынок. Как бы здесь даже споров никаких нет по этому поводу. Поэтому, ну, собственно говоря, понятно, что завоевав американский рынок, вы автоматически становитесь популярным на весь мир производителем ножей. Вот. Benchmade это так и произошло. И произошло это именно благодаря ножам вот этого типа. Ну, надеюсь, что нож этот был вам интересен. Мне лично, честно признаюсь, было очень приятно подержать его в руках. Я свое отношение к этому, как к инструменту, наверное, которым я бы пользовался, выражать не буду. Потому что, ну, это как бы... Это просто вообще не тот тип ножей, который меня когда-либо интересовал. Но, честно скажу, что соприкоснувшись с ним, есть такое ощущение, что ты соприкоснулся реально с легендой. То есть, вот с этого, с такого ножа, с подобного типа Benchmade, стал именно тем, чем он является сейчас. И именно стал такой компанией, которая нам теперь известна. Надеюсь, что вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока. 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 Продолжение следует...